В рамках игр «Дети Азии» был задуман и организован целый ряд культурных мероприятий. Особняком стоит фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Алан-Хо». Десять стран-участниц продемонстрировали зрителям уникальное творение нематериального человеческого наследия. Наш корреспондент Сарглана Захарова наблюдала за культурой, традициями и искусством колоритных гостей. Игра на азербайджанском струном инструменте таро, грузинное полифоническое пение, киргизский героический эпос «Монас», испанская фламенко и многое другое. Древнейшие культуры народов мира встретились в Якутии на одной сцене. Открытие фестиваля прошло в местности Артодайду. Большой концерт начали совместные постановки театров Якутии и Китая «Пионовая беседка». Она уже произвела фурор в Китае. Якутский зритель также не остался равнодушным от эксперимента. В этом году программа фестиваля не ограничилась только выступлениями артистов. К древнейшим культурам разных народов мира можно было прикоснуться на мастер-классы. Большой интерес у прекрасной половины человечества вызвал урок испанского фламенко. Несмотря на то, что мы приехали из очень далекого региона, мы очень рады, что добрались сюда, потому что видим, что здесь нравится людям наша культура, наше искусство, рады показать его людям. Это было нечто, это настоящая природа, чувства, темперамент, эмоции, это непередаваемо. Отличные впечатления. Мы сами здесь занимаемся фламенко в Якутске. Еще одни участники фестиваля, которых также с нетерпением ждали зрители, исполнительницы классического индийского танца Бхаратана Тьям. Его название состоит из четырех частей. Они означают чувства, мелодии, искусство ритма и танец. Здесь необходимо обращать внимание на каждую мелочь движения танцора. Каждая из них несет под собой глубокий смысл и рассказывает целую историю. Идите скорее в храм богов и молитесь за то, чтобы Рама стал моим мужем. Танец зародился в Южной Индии много лет назад в храмах. В начале он танцевался для богов, но потом постепенно он перешел как танец-показ для королей. И вот постепенно он перешел в наше время. Главными любимцами публики и самыми ожидаемыми гостями стали солисты государственного ансамбля Грузии Рустави. Билеты на концерт разошлись уже в первые дни продажи. Зрительный зал был забит до отказа. А на самом выступлении зал встречал и провожал артистов бурными овациями. Мы приехали сюда с большой любовью. И то, что главное, от вас чувствуем еще больше любви. И на открытии фестиваля народ так аплодировал, что это дает нам мотивацию. Ансамбль Рустави появился еще в советское время. С тех пор они выступали на сценах лучших театров мира. Сегодня они исполняют одни из самых сложных вариаций грузинского полифонического пения. Эти песни традиционно исполняли во всех сферах жизни, от сельскохозяйственных работ и специальных лечебных обрядов. Рустави представили якутскому зрителю не только полифоническое пение и грузинские танцы, но и игру на национальных инструментах. Саланури – грузинская свирель. Она одна из немногих вещей, сохранившаяся в первоначальном виде и не подвергшаяся изменению вследствие многочисленных набегов на горную страну, которых, к слову, с 4 века было немало. У нас Грузия очень горная страна, много овцов, и пастух, когда хочет себя взбодрить, тогда он берет свирель откуда-то и играет, например. И далее, и далее. Знакомство с шедеврами нематериального наследия ЮНЕСКО завершили праздничным концертом в Театре оперы и балета. Не раз министром культуры Якутии Владимиром Тихоновым и гостями фестиваля было высказано пожелание о том, чтобы традиция собирать шедевры на одной сцене не заканчивалась. Более того, оставалась на земле Алон-Хо, которая объединила все народы в одно целое. Сарглана Захарова, Сергей Васильев, Илья Жараев, Иван Семенов, Якутия, день за днем.